24 июня губернатор выступил с ежегодным отчетом перед депутатами законодательного собрания. Основными темами выступления главы региона стали борьба с коронавирусной инфекцией и социально-экономические показатели Верхней Волжья, а также вопросы, над которыми сейчас работает правительство. Наталья Чекет продолжит тему. В начале отчета Игорь Рудене подчеркнул, что 2020 год стал для регионального правительства своего рода проверкой на прочность системы государственного и муниципального управления, здравоохранения, социально-экономического блока промышленности и сельского хозяйства. Пандемия коронавируса заставила быстро перестроить систему здравоохранения. В врачайшие сроки было перепрофилировано 15 медицинских учреждений, развернуто более 2600 инфекционных коек. Кроме того, было закуплено около 3000 единиц современного медицинского оборудования. За прошедший год из федерального и регионального бюджетов на развитие системы здравоохранения нашего региона было направлено 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Глава региона рассказал, что несмотря на возросшую нагрузку на бюджет Тверской области, доход региональной казны увеличился на 20% по сравнению с 2019 года. Кроме того, на 24% снизились расходы на обслуживание государственного долга Тверской области. Сейчас в регионе идет формирование новой стратегии социально-экономического развития на ближайшие 5 лет. В нее войдут инициативы и проекты каждого муниципального образования. Прежде всего, это открытость экономики, о которой мы уже говорили. Это реализация наших уже начатых проектов по технопаркам, по территориям опережающего развития. Это продолжение формирования и модернизации инфраструктуры. Это поддержка многодетных семей, поддержка демографии. Это, безусловно, приоритет, это наше будущее. Комментируя отчет, председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев отметил, что депутаты участвуют в решении многих вопросов, которые принимаются губернатором и законодательным собранием. С нашей стороны, я хочу сказать, что законодательное собрание находилось в полном контакте с правительством Тверской области. Лично с Игорем Михайловичем Рудеником, с губернатором. Это было не только в 2020 году, это были предыдущие годы. И, безусловно, именно благодаря такому взаимодействию нам удалось принять очень важные законы. По мнению члена Совета Федерации Федерального собрания РФ, представляющего интересы Тверской области, Андрея Епишина, решения правительства в условиях пандемии оказались взвешенными и продуманными. Также достигнуты хорошие результаты в сфере здравоохранения и ЖКХ. Положительные оценки заслуживает и работа по улучшению демографической ситуации. С 2016 года в Тверской области выстроена система, которая не только помогает решать текущие вопросы, но и работает на дальнейшее развитие региона. А в 2020 году эта система прошла испытания пандемии, отметил советник президента Владимир Васильев. Также одним из важных достижений в работе регионального правительства за прошедший год, по мнению Владимира Васильева, стало внедрение новой модели пассажирских перевозок на территории Верхней Волжья. Выросло больше, чем на 80% число перевозимых пассажиров. Думайте, какую провели реформу в Твери. Случайно здесь проходило заседание министерства. В свою очередь депутаты областного парламента отметили финансовую поддержку, которая оказана правительством региона Тверским предприятием. Бюджетное сигнование буквально спасли некоторые компании от остановки производства и сокращения штата. Два с половиной миллиарда рублей – это деньги, которые были выделены непосредственно на поддержку в сложных условиях пандемии, поддержку и малого бизнеса, и промышленных предприятий, для того, чтобы легче было пережить те сложные условия, в которых оказались хозяйствующие субъекты. Выступая с ежегодным отчетом, Игорь Руденя рассказал, что по сравнению с 2019 в прошлом году количество молодых людей Тверской области, зарегистрированных в системе добровольца России, увеличилось на 70%. Губернатор сделал акцент на деятельность волонтеров штаба «Мы вместе», во многом благодаря работе которых во время пандемии организовано обеспечение продуктами и лекарствами людей старшего возраста и многодетных семей. Наша совместная деятельность в 2020 году была отмечена сегодня, и я уверена, что мы будем продолжать наращивать тот объем значимых дел, добрых дел в нашем регионе. Все политики сошлись во мнении в том, что сейчас стратегия развития региона строится с учетом интересов его жителей.